Родина моих предков Дмитриевской горы и связаны незримой духовной нитью с возвышающимися там Дмитриевским монастырем. Все вышепречисленные деревни в разные времена выросли рядом с рекой Вердой. Как известно, люди с глубокой древности селились у рек. Мои родные края не стали исключением. В окрестных стерскопах обнаружены стоянки доисторических охотников каменного века. Найдены их топорище, скребки, наконечники стрел. Считается, что местность уже была обитаема в XII веке и известна как Половецкое поле. Сам город Скопин был укрепленным пунктом перед степью для обороны от нашествия кочевников. Рассматривался как опорная крепость или острожок. Позже для охраны русских рубежей в окрестностях Скопина отправляли стрельцов. При Иване Грозном по реке Верда шла шатско-риджская засечная черта. Мое пустование будет об одном из селений, которое по праву могу назвать родным. Там родились и жили мои деды и прадеды, а до них поколение моих предков. История села Дмитриева началась в конце XIV века, когда среди лесной чащи монахи построили деревянную часовню. После кровопролитной Куликовской битвы здесь по преданию останавливался Дмитрий Донской. На месте часовны был заложен монастырь, около которого стали селиться крестьяне, и вскоре появилась деревня Дмитриева, которую еще называли Дмитриевской. В писцовых книгах 1594-1597 годов Дмитриева была указана как деревня, а по окладным книгам 1676 года в селе Дмитриевскому деревне Ермоловой показано 63 двора крестьянских и 8 дворов бобыльских. По ревизии 1744 года в них числились 331 человек к тому селу Боровку и деревне Ермоловой, и земли по писцовым дачам составила по описи 1763 года 178 четвертей с осьминой в поле. До секуляризации 1764 года Дмитриеву принадлежало Дмитриеву Ряжскому монастырю. Все население платило оброк по 3 рубля с души. Помимо этого крестьяне обрабатывали монастырские земли, отдавая монахам большую часть урожая. Свои земли имели мало, да и ту зачастую обрабатывать не могли, так как у многих не имелось ни лошади, ни сахи. Все это крестьяне арендовали у монастыря, расплачиваясь урожаем и работой. По окончанию строительства и освящения деревянной Дмитриевской церкви в соседнем селе Ермолова 27 октября 1839 года Дмитриево вошло в состав Ермоловского прихода, куда в общей сложности входило 203 двора из села Ермолова, деревня Дмитриево, с 137 дворами деревни Горюшки и Переки с 14 и 16 дворами соответственно. На некоторых картах Дмитриева также именовали Боровкой. Кроме того, исходя из сведений карт середины XIX века, составленных Александром Ивановичем Мэнде, село располагалось на монастырском холме позади самой обители. По записи в энциклопедическом словаре Брогауза и Ефрона 1890-1907 годов Дмитриево в селу Скопинского уезда Рязанской губернии на высоком берегу реки Верды, в семи верстах от Скопина, на воров 130, жителей 851. При селе Дмитриевский Ряжский мужской заштатный монастырь, древние окруженные стенами и башнями с древней церковью. Неподалеку от сельца Дмитриева имелась общественная с крестьянами села Ермолова водяная мельница. Школы как таковой в то время в Дмитриево не было, но некоторые жители, в том числе и мои предки, обучались грамоте у насельников Свято-Дмитриевского монастыря. В сельской общественной территории считались окрестные леса, подбольшак, кульков лог, темный лог и казенный лес. В этих лесах крестьяне рубили лес для хозяйственных нужд, собирали грибы и ягоды. Неподалеку имелись небольшие торфозаготовки, торф из которых использовался местными жителями для отопления. В 1891 и 1892 годах в Скопинском и прилегающих к нему уездах Рязанской и Тульской губернии случился неурожай и голод. По различным данным, в России в этот период голодало до 30 миллионов человек и умерло от голода и болезней от 300 тысяч до 500 тысяч человек. На фоне голода во многих селениях уезда появились эпидемические болезни, главным образом сыпной и брюшной тифы и скарлатина. Стихийное бедство в губернии и уезде повторилось через 5 лет, в 1897 году, а затем в 1898 году. При изучении метрических книг сел Дмитрия и Ермолова за 1891-1895 года я наблюдал очень высокую смертность, особенно детскую. После революции, гражданской войны и восстановления советской власти жизнь людей в селе сильно изменилась. Дмитриевский монастырь был закрыт, превращен в склад, а затем частично разрушен. Как и по всей стране, в Дмитриево начало 30-х годов стало поворотным этапом в развитии сельского хозяйства, который был связан с созданием новых форм собственности – колхозов и совхозов. Многие жители стали трудиться в колхозе. Будучи выходцами из простых крепостных крестьян, мои предки не стали исключением. В начале 20 века село Дмитриево входило в Полянскую волость с Копинского уезда и состояло из нескольких частей – хутора, полян, низовки. Находящаяся у подножия холма деревня Козловка или улица Речная, образованная в 1920-х годах, стала той частью Дмитриева, где селились строящиеся семьи. И именно здесь, в первой половине 20 века, жили мои предки – Бабы Левы, Сибиревы, Костины, Ерофеевы и Сашниковы. Здесь до сих пор сохранились некоторые из их родовых домов. По мнению Михайловских краеведов Ивана Алексеевича Журкова и Бориса Ивановича Катакощина, Козловка получила свое название по фамилии землевладельца Козлова. 12 июля 1929 года Дмитриева, первоначально будучи частью Скопинского уезда, вошло в состав Рязанского округа Московской области. 11 апреля 1934 года из Ряжского района в Скопинске были переданы Ермоловские и Полянские сельские советы. 26 сентября 1937 года Скопинский район вошел в состав Рязанской области. В годы Великой Отечественной войны фашистские захватчики были в непосредственной близости от села Дмитриева. К 22 ноября 1541 года они захватили многие населенные пункты Горловского района, что рядом со Скопинским, и стремились овладеть железнодорожным узлом Ряжск. Через три дня гитлеровцы перешли в наступление, пытаясь прорваться сквозь обрадительные линии, выстроенные защитниками Скопина и окрестных селений. Я слышал от моей бабушки Басовой и Прасковой Петровной рассказ о том, как она и другие девушки и оставшиеся в тылу юноши рыли окопы для отражения нападения врага. Вечером 25 ноября фашисты вошли в город Скопин. 26 ноября взвод немецкой разведки обосновался в селе Шалемишево, вплотную под одег Дмитриева. Была напряженность и в деревне Извановка, что расположено чуть севернее. Но все же, благодаря вовремя подоспевшим морякам 84-й отдельной морской стрелковой бригады, самоотверженности бойцов Скопинского истребительного батальона и местных жителей, а также помощи базировавшегося на Ряжском аэродроме штурмовиков и соединений генерала Андрея Григорьевича Кравченко, 28 ноября 1941 года враг был изгнан. Многие жители села Дмитриева встали на защиту нашей Родины. Среди них были и мои предки Сибиревы Иван Игнатьевич, Павел Архипович, Максим Архипович и Егор Архипович, Бабулев Иван Петрович, Костин Владимир Егорович, Сашниковы Николай Иосифович, Егор Иосифович, Петр Иосифович, Иван Иосифович. Далеко не все из них вернулись с фронта. После войны многие дмитриевцы стали работать на Скопинском машиностроительном заводе, построенном в 1927 году в соседнем селом Дмитриево поселком Заречным и на центральной электростанции, возведенной в 1922 году в двух километрах от села. Около ЦЭС находились конюшни, где работал мой прадед Басов Тетполикарпович. В соседнем селе Ермолова была средняя школа, располагался колхоз. Также какое-то время действовала школа и в здании на территории закрытого монастыря. Производство сельскохозяйственной продукции в районе стало расти, но из-за недостаточного внимания жилищному сектору и строительства дорог постепенно стал происходить отток людей из мелких поселений в крупные города. К перестройке село и вовсе стало вымирать. Жители массово покидали местность в поисках лучшей жизни. С 2004 года Дмитриев входит в Полянское сельское поселение, административный центр, село Поляны, Скопинского района Рязанской области. Сейчас в селе Дмитриево четыре улицы. Центральная, Луговая, Садовая и Речная. Население очень немногочисленное, состоит в основном из коренных жителей старшего поколения, но есть также и переселенцы из бывших республик Советского Союза. На Речной улице, также именуемой деревней Козловкой, сейчас всего лишь два постоянно обитаемых двора, и еще два дома используются только во время теплого времени года. Основное занятие местного населения – земледелие, скотоводство. Многие также работают в расположенных в соседних селениях, заводах, горно-шахтного оборудования, бывший машиностроительный и автоагрегатный. В последнее время в связи с газификацией села на улице и центральной стали строить дачи люди с достаточно. Клима Дмитриева, в частности, как и всего Воскопинского района в целом, умеренно континентальный, с умеренно теплым, часто сухим летом, умеренно холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью, при ясно выраженных сезона года. Господствующими ветрами весной и зимой являются юго-западные ветры, летом западные и северо-западные. Из полезных ископаемых недалеко от села есть только торф, но в ближайших поселениях есть межнарождение угля. Главной рекой является Верда, впадающая у села Шалемишево в реку Раново. Относится к речному бассейну Аки. Постоянное питание идет за счет выхода грунтовых вод в виде ключей по дну балок и лощин. Река относится к равнинам, общей чертой которых является наличие затопляемой пойменной территории, извилистость, небольшое падение, как следствие этого медленное течение. На территории Скопинского района преимущественно преобладают выщелочные глинистые и суглинистые черноземы. Значительную территорию занимают также лесные и темно-серые и серые лесные почвы глинистого и суглинистого состава. Почвенные климатические условия благоприятны для сельскохозяйственного производства. Дмитрию расположено в лесостепной зоне. В окрестностях осталось не очень много лесов, большую часть территории под пашней. Дубравы являются преобладающим коренным типом леса. В лесах района распространены вторичные породы, березники и осенники. Также хорошо растут липа, ясень, клен, вяз. В подлеске лиственных лесов и дубрав растут орешник, рябина, шиповник, черемуха, калина и другие растения. Часто истории умалчивают о настоящих героях, и бывает так, что лишь случай помогает нам найти именно тех, чей дух не был сломлен обстоятельствами, чье послание грядущим поколениям отпечаталось в сердцах, чей пример и чья любовь к родине всегда будут достойны уважения. Пусть маленькая по меркам современных городов Дмитриева и не богата столь выдающимися личностями, но есть, как мне кажется, люди, которых смело можно таковыми назвать. Янин Василий Филиппович Янин Василий Филиппович родился в Рязанской губернии из Копинского уезда, деревне Свинушки, села Дмитриева, в семье отставного солдата Филиппа Казмича и его жены Натальи Ивановны, став их пятым ребенком. В годы Первой мировой войны 1914-1918 годов Василий Филиппович проходил службу в 12-м финляндском стрелковом полку. За годы войны был награжден георгиевскими крестами всех четырех степеней, высшей наградой для солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги и за храбрость, проявленную против неприятеля. К сожалению, не удалось выяснить подвиги и даты награждения крестами четвертой и третьей степеней, но известно, что 30 сентября 1915 года ефрейтор Янин выдвинул пулемет на опасно близкую дистанцию и уничтожил неприятельскую цель, за что 30 декабря того же года приказом 22-го армейского корпуса за номер 280 был награжден георгиевским крестом второй степени. Награда была вручена великим князем Георгием Михайловичем от имени государя-императора. Меньше чем через год, 25 ноября 1916 года, уже ставший подпрапорщиком Янин, принял из рук великого князя Георгия Михайловича еще одну награду – Георгиевский крест первой и высшей степени. По возвращению домой Василий Филиппович работал на Скопинской центральной электростанции Плотником. За перевыполнение плана его фотографий висел он на доске почета. Василий Филиппович воспитал четырех сыновей и дочь, имел 13 внуков и 17 правнуков. Василий Филиппович умер на 82-м году жизни 3 июня 1973 года в деревне Свинушки и был похоронен на Романовском кладбище микрорайона Заречный Скопинского района Рязанской области. К сожалению, время не щадить ни камень, ни дерево, тем более людской память. Все это подобно вешней войде уходит в вечность. Нет больше большого села Дмитриево с несколькими сотнями дворов. Пусть одиноко стоят опустевшие дома. И лишь возвышающийся над селом восстановленный Свято-Дмитриевский монастырь напоминает нам о том, о чем мы никогда не должны забывать – о своей истории, о своих корнях, о своей родине. Главной достопримечательностью окрестностей, безусловно, является Свято-Дмитриевский мужской монастырь, что неприступные твердыни и изгибаемого духа предков высчатся над селом на Дмитриевской грязи. По преданию, на месте монастыря некогда была часовня, и при ней жил отшельник. К нему в келью осенью 1380 года пожаловал известный инок Александр Пересвет. До того на пути он посещал все пустыни, все монастыри, молился в них, и вот здесь, на берегу небольшой речки, немногие поприщат степей Куликовых, доверил свой странический посох в хранении отшельнику, неизвестному обитателю часовни святого Дмитрия Солонского. Перед небесным ликом великомученика затеплил воин свечу обещанную, сотворил молитву за русское воинство, опоясал себя мечом, положил на грудь свой крест и явился героем на страшную битву с полчищами хана Мамая. А после битвы здесь, на обратном пути, остановился великий князь Дмитрий Донской и поставил свой шатер на Дмитриевской горе, а войско расположил по правому берегу Верды. Здесь он отпраздновал победу над ханом Мамаем и принимал с хлебом с солью рязанских бояр. В честь победы над татарами великий князь поручил построить на месте часовни обители во имя своего святого покровителя великомученика Дмитрия Солонского Миротачилова. Так, над главным источником жизни древнего края, рекой Вердой, вознес свои купола с крестами во славу Божию и подвига русского новоинства на поле Куликовом Дмитриев монастырь. Именно здесь, вокруг одной из первых обителей, возведенные в честь освобождения земли русской от иноземных поработителей, стали грудиться первые скопинские поселения, починки и слободки, деревни и села, а после и вырос город Скопин. Впервые Дмитриевские монастыри упоминаются в 1676 году. По окладной книге к монастырю были приписаны храм в селе Ермолова, в отчины, село Дмитриевское, деревни Горюшки, Перики, а также земли, сенные покосы, лес близ монастыря, рыбная ловля на реке Верди. Известно, что из монастырского источника кропили перед битвами русских воинов. В Дмитриевском монастыре находились деревянный храм во имя великомученика Дмитрия Солонского, построенный в 1660 году, церковь во имя преподобного Сергия Радонежского, возведенная в 1667 году, кельи. В 1742 году в монастыре числились три монаха и один послушник. Согласно монастырской описи, к 1763 году монастырь был оставлен на собственное содержание. В обители был возведен каменный холодный собор Дмитрия Солонского. Настоятелями обителя до 1764 года были архимандриты и игумены, затем строители и ромонахи. В 1770 году на пожертвование помещика Кореева на месте деревянной была построена теплая каменная сергиевская церковь с двухъярусным иконостасом. В начале XIX века при настоятеле Ипорити была возведена трехъярусная колокольня с воротами. Одновременно монастырь был обнесен каменной оградой. Обветшавшие Дмитриевский собор начали реставрировать и в 1829 году службу были возобнены. В 1854 году в нем был установлен пятиъярусный иконостас, стены и своды украшены живописью. В то же время при строителе Иосифе на пожертвование купца Буянкина была построена кирпичная трапезная, в 1863 году перестроенная в предельный храм в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости. В том же году в Сергиевском храме был освящен предел во имя святых равноапостольных Константина и Елены. Стены и своды храма были покрыты росписями. В конце XIX века в монастыре было два иеромонаха, два иеродиакона, два послушника. К 1914 году в Дмитриевском монастыре располагались двухэтажный настоятельский корпус, четыре братских корпуса. За оградой находились гостиница, изба для трудников, скотный двор, конюшни, каретный сарай и два сарая для телег, деревянный амбар, рига, баня. Служили два иеромонаха, два иеродиакона, два послушника, трудники. В 1918 году монастырь был закрыт, здания монастыря национализировали и отдали в расположение колхозу. На территории разместили свинарники, в храмах и склады, в братском корпусе школа. Монастырские святыни, иконы, утварь частично передали в музеи, частично уничтожили. По свидетельству местных жителей, иконами устилали пол в свинарники. В дальнейшем колхозы реорганизовали, а постройки стали разбирать на строительные материалы. Несмотря на то, что реставрация была признана невозможной, 16 октября 1995 года архиепископ Рязанский Косиновский Симон осветил Дмитриевский храм. Жизнь в обители возродилась в декабре того же года, а уже 4 января 1996 года, постановлениями Святейшего Патриарха и Священного Синода, приход в честь Дмитрия Солонского преобразован в Свято-Дмитриевский мужской монастырь для возобновления в нем монашеской жизни. 1 июня того же года был совершен первый постриг. В 1997-1999 годах был отремонтирован Дмитриевский собор, поставлен новый иконостас. В 1998-2006 годах восстановлен зимний храм Сергия Раднического. Отреставрирована колокольня, построены братский корпус, ограду с четырьмя башнями, хозяйственные помещения, подведены коммуникации. В обители проживает 5 человек-братьев. С 2006 года действует иконописная мастерская и имеется довольно большое подсобное хозяйство. В монастыре хранятся святыни, частицы мощей преподобного Сергия Раднического, преподобных старцев оптинских. Иоанна Крестителя, Сеофана Затворника. У подножия монастырского холма возлюгнуты часовно на прощенном колодце, надпочитавшимся с XVIII века как чудотворный святым источником. И вновь, как и много столетий назад, здесь, на горе, носящий имя ангела-хранителя и олицетворителя всего православного воинства Дмитрия Солунского, возвышается над окрестными опустевшими селами твердыня православия, словно вселяя в сердца людей веру в промысел Всевышнего и надежду на возрождение. История таит в себе еще много загадок. Но изучая и исследуя, мы открываем для себя послания, оставленные нам предыдущими поколениями, нашими предками. Выясняя все это, мы понимаем, кем мы являемся, кем были наши предшественники на этой бренной земле и чей грозный дух живет внутри нас, поскольку именно это знание и дает силу, ибо кто не знает прошлого, не имеет и будущего. Обязанность каждого из нас сохранить культурные богатства наших предков, память о них и научить своих детей чтить и любить свою малую родину, неся сквозь свою жизнь духовно-нравственные устои русского православия.